МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Паром слушая бироги, переправа Праспрыпять працуя в тестовом режиме. Жаншина-легенда, сегодня день памяти княгини Ирины Паскевич. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Сегодня в Беларуси распространялся тыдень леса. Как шакается на Гомельшине, в делу этой доброчинной экологичной акции примут не меньше, как 10 тысяч человек. Это прикладно на 10% больше, чем было летость. В лес выехал и наш корреспондент Олег Сентюров. От Гомеля до участка у Долголецком лесничестве, где разгорнулись масштабные работы по отновлению леса, больше 50 километров. Правда, сами удельники акции на такую отлеглость не скарзятся. Парцевать, кажут, не обходно там, где у Допомозии есть наибольшая значная потребность. До того же для экологов удел у тыдня леса. Уплывные ступени и прессийные обвязок. Один из элементов наведения порядка на земле и в рамках проведения глобальной экологической акции обустроим малую родину, это тоже, как говорится, и посадка, значит, закладка деревьев. Это тоже наш профиль. Первоважная большинство площадь, где селита планируется посадить лес в территории, которые были пошкоджены краедом, только в этом году уже высечено около 7 тысяч гектаров. В областном лесоподательном объединении не выключают, что это не кончатковая лечба, а для теперь бородьба с краедом будет больше масштабной. Будет установлен феромонный мониторинг, значит, вывешены ловушки, для того, чтобы нам смотреть, какая же численность жука у нас находится на том или другом участке леса. Сказать, что сегодня усыхание остановится полностью, мы такого сказать не можем. Усыхание мы прогнозируем, что оно будет продолжаться, но мы думаем, что этот год станет переломным. Работники областной прокуратуры постоянные уделяющие три дня лесу, хоть только с этой акцией интерес правооховников до лесной господарки не обмеживается, подчас невеликого перепынку прокурор Гомельской области Виктор Морозов огучивает некоторые факты правопорушений, которые выявлены в опочный час. У нас есть факты, когда частные структуры, которые занимаются заготовкой леса, пытались вывезти леса больше, чем было указано у накладных. Но, к сожалению, у нас Мозерский лесхоз отличился в кавычках тем, что отправляя лес за пределы республики Беларусь, вот, пошел, должностные лица этого лесхоза пошли на соблазны, поддались соблазнам, и за получение взяток отгружали леса больше, чем указано было товаро-транспортных накладных и лучшего качества. Они сегодня под стражей. Разум с представниками организации активную делу в тыдни лесу принимают и сами работники лесной господарки, у тымнику администрационный аппарат. Сегодня разум с родными в лес приехал и в учень четвертого класса Максим Дексярик. Меж Косово, за помогу якого проводится посадка саженцев, ему, зразумело, никто не дает, а для помогу доросам хлопчик оказывая, по великим рахунку. Это еще и приклад реального працованного выхования. Мы приехали в 8 утра сюда и уже начали работать. Я люблю садить деревья, уже не первый раз помогаю и очень часто хочу помогать. Основный посадочный материал на тыдни лесу саженцы сосны и берозы, такие измешанные лесы, больше устойливые до хвороб и нашествия шкодников. У речи задача акции не только посадить древы, а и вырастить их. Неде просто 25 год с такого саженца вырастут вот такие берозы. Некто будет нарктовать тут сок, нехто сбирать грибы. И а еще просто 30 годы. Древы станут каштожны сыровины для очейной промысловости. Да помогли лесникам вырастить новый лес. Эту задачу сегодня выращали и сопротивники управления Державного комитета судовых экспертиз по Губинской области. Зона их отказности, участок леса в Грабовском леснистве. Криминалисты, которые в первоважной большинстве не имеют навыков такой работы, со своей задачей, тем не менее, справляются новодатно. Помощь Государственного комитета судебных экспертиз очень-очень кстати. Планируем за этот день закончить посадку на данном участке. И лет через 10-15 здесь будет шикарный лес сосновый, кленовый и березовый. Олег Синтеров, Йорген Макеенко, телерадокомпания «Гомель». Аграры и гомельшины першими в Украине приступили до сяубы лёну. Зараз отповедные работы ведутся у Кармянским районе. Лён по трабой особливых умов для сяубы. Палетки повинны прогреться, иметь необходимый узровень в льготе. Тому по мере готовности глеба аналогичные работы будут распочинаться и в других районах. Вероника Ворошилина с подробностями сяубы на Кармянщине. Филиал открытого акционерного товариства «Гомельлен» Кармянский льнозавод выросшивая белорусский шоу на территориях у больше 3 тысячи гектаров. Они размещаются в Кармянским, Чачерским, Рогачевским и Речицким районах. Бавальная и переборливая. Агроном за маль 40-годовым стажем працы Владимир Гловацкий каже, что за годы своей деятельности добро выучил усея капризы. Самая главная каприза погодные условия. Погодные условия вот сейчас надо будет погодные условия и дождь надо будет. Потом созревание будет и все, в сходах все надо и дождь надо и солнце надо. Сейчас это само соответствует погоде для посева льна. Сроки подошли, я думаю. Уже дальше нечего тянуть. Вот вы сегодня на этом поле видите, уже идет пыль. Уже почва созревает. Полным ходом уже надо вести полевые работы и сеять лен. Лен любит вмеренную вельгать и тепло. Палетки повинны прогреться, а узровень вельгати складать около 65%. На дворе, которое сейчас усталевалось на Гомельшине, заявляется наибольшем прияльным для сяубы. Виновата тому, аграры кормянщины вырошили не гублять ни дня и приступить до працы неоткладно. Провели отповедную передпосевную процелку у Глеба унесли минеральное удобрение и распрошались аубу. За разголовное працевать оперативно, как укласться, у отведенный термин. Поставлена задача до 25 апреля посеять лен. По мере созревания почвы будем продолжать в других районах сеять. Как только почва будет готова, будем сеять. Главное, качественные и оптимальные сроки высеять. Чтобы пораньше начать уборку и убрать, как и положено до 25 сентября. Вероника Ворошилина, Валерий Гопанько, телерадиокомпания Гомельск, Армянского района. В Житковицком районе в тестовом режиме наладжены рух парома Праспрыпать. Переправа працуя параллельно с 9-шим понтонным мостом. В ближайший час будет складен и постоянный график руху. Паром до ужиней 70 метров и грузоподымальностью в тысячу тонн за один рейс может переправить 39 пассажиров. А так само график работы будет складен и с уликом интенсивности руху людей и техники Праспераправу. На первом этапе плануется выкористовывать паром для переправки прозраку великогрузов. Люди и легковые автомобили рухаются Праспантонный мост. В середнем за сутки Прыпать переходит свыше 1200 человек. Зараз параллельно с подрыхтовкой пляцовок для демонтажа аварийных участков пошкодженного моста ведутся работы по измене речище Прыпяти. Рух судов по новым водным маршруте плануется открыть после 20-х кроссовика. Работы по восстановлению моста ведутся согласно графику. Сбоев никаких не наблюдается и нет. Понтонные переправы работают в круглосуточном режиме. Тоже проблем по ней никаких не возникает. Движение по парому осуществляется со вчерашнего утра. В основном движение будет происходить грузового транспорта. Движение для людей возможно оперативно по понтонному мосту. Паром работы в тестовом режиме расписание будет сформировано в ближайшие дни и доведено через средства массовой информации. Сегодня коммерчане писали тотальную диктовку. Я ем это да помахши удельникам не только проверить свои веды по русской мове, а и повысить узровень уластной письменности. Наши корреспонденты наведали одну из пляцовок, где прошла адвокационная акция. Гумельский государственный университет филологический факультет. Именно здесь размещена в странах мира. Тотальный диктант писали даже космонавты и полярники. Участие в добровольной образовательной акции смогли принять все желающие проверить свое знание русского языка. Тех, кто хочет знать русский язык, приходит к нам на филологический факультет и добивается желаемого. Вот то, что я могу сказать. И сегодняшняя акция, тотальный диктант, тоже говорит о том, что не только у студентов, филологов, но и у людей отношения напрямую не имеющих филологии, очень большой интерес к русскому языку. В этом году тотальный диктант писали в 15-й раз, хотя непосредственно гомельчане к акции присоединились всего три года назад. В аудитории люди самых разных профессий и возрастов. Самому младшему участнику Виктории Бочаровой всего 10 лет. Говорит, что специально к участию в диктанте не готовилась. В конце концов, это не экзамен. Я и в прошлом году не готовилась, и в этом не готовилась просто узнать свои знания. В прошлом году мне очень понравилось, как это было все. Полученная оценка – личный результат, не подлежащий разглашению. Итоги акции станут известны через несколько дней, причем победители получат сертификаты отличника и призы. Правда, для этого еще необходимо написать текст без ошибок. На этот раз им стал отрывок из уже написанного, но еще не опубликованного романа под названием «Дети мои» российской писательницы Гюзель Яхиной. Для учителя белорусского языка Майи Голицкой из Будокошелевского района этот диктант – возможность подтвердить свой профессиональный уровень. Тот факт, что пишется он на русском, ее не смущает. У нас два государственных языка и хорошо знать нужно каждый. Я уже третий раз принимаю участие в этой акции. Мне это очень нравится, во-первых. Во-вторых, это очень хороший способ проверить, чего ты стоишь как учитель и на что ты способен. Алексей Центюрова, Ольга Коновалова, Евгений Макенко, телерадиокомпания «Гомель». До следующих тем невероходный выпадок отбылся под Добрушем. По детяти прокатилась железобетонная труба в огонь больше за 500 килограммов. Хлопчика доставили в больницу, но кроме огульных ударов медики до здевления ничего не знали. Это сдарилось у пригородера и центра. Дети гуляли на пусты. Там лежала и труба. Подлетки стали ее разгоидывать, и труба накатилась на 10-ти годового хлопчика. Это трава, земля, и просто это мягкая почва спасло ребенка. Но еще старшие дети, которые там находились, они просто вовремя откатили и спасли этим ребенку жизнь. Они его откатили, и мой старший сын его на руки схватил и принес домой на руках. Вот так вот. Спасибо за спасение ребенка. У больницы дитя одразу сместили у отделения реанимации. Рыхтовалися до горшах, а олень небеспечных для життя пошкоджения не оказалось. Ушибкости и таза и повреждений внутренних органов при обследовании не обнаружено. Он переночевал в отделении интенсивной терапии, а сейчас он переведен в отделение хирургии и находится под нашим динамическим наблюдением. История, которую можно назвать не иначе, как судом, скончилась добра, а лякробка у ее не поставленная. Правооховники высветляют, как на месте сдарения опынулась бетонная труба и кому она належит. Призначенная проверка. На переды непротяглых выходных, какие традиции наличатся супрацовниками держа аутоинспекции самыми аварийными, ДАИ переходит на усмотренный режим неосенней службы. Сегодня из областного центра у первой рейды по дорогах региона отправились пять мотопатруля спецподразделений ДПС. У Гомельским областным управлении ДАИ на початку веснового массового мотосезона отбылась осустреча керавництва ведомства с представниками байкерских клубов. Удельники круглого стола обмерковали методы профилактичной работы сярод-гомельских мотоаматоров и проблемы дорожного хулиганства с уделом несумленных мотоциклистов. Открытие нового мотосезона у Гомель заплановано на 5 мая. В очередной раз на базе управления ГАИ Гомельского босполкома мы собирали всех активистов мотодвижений Гомельской области и обсуждали различные вопросы. В частности по взаимопониманию на дороге мотоциклиста и других участников дорожного движения. К сожалению еще не успел открыться мотосезон официально, но на сегодняшний день на территории Гомельской области уже совершено три дорожно-транспортных происшествия с участием мотоциклистов, в которых три мотоциклиста были ранены, получили серьезные ранения. Дарыши зараз на дорогах региона усмотрены контроль за выполнением установленной худкости руху. Держава инспекция проводит комплекс профилактических мероприемств худкость. За три месяца 2018 года на территории Гомельщины зарегистровано семь дорожно-транспортных сдарений, причиной яких стало перевышение худкостного режима. У их вынеку один человек загинул и семь были травмированы. Почас проведения комплексу профилактических мероприемств экипажи дорожно-патрульной службы будут сконцентрованы у местцах, где частей за усер региструется ДТЗ по причине перевышения худкости. Водители упросят при выборе худкостного режима уличивать интенсивность транспортного руху и стан дорожного покрытия в первую чергу при находжение людей под пильной увагой гандлевые объекты, кинотеатры, ночные клубы, а так само помешкание установок дукации. Супрацовники МНС разом с представниками доброохотного пожарного товарыства наведали интернат номер один Белорусского Державного Университета транспорта. Суместно с активистами БРСМ яны пройшли по поверхах, провели размову с персоналом и проживающими. Специалисты так само проверили работу вентиляционных каналов и провели выпробование крана внутреннего супротепожарного водопровода и пожарных гидрантов. По таблице в зависимости от диаметра сопла и давления мы определяем расход воды в литр в секунду. Наши работники на примере данного общежития проверили работу вентиляционных каналов. Данные замеры, которые проводились, показали о том, что каналы работают неустойчиво. Значит, на данном общежитии надо провести ряд дополнительных работ по прочистке, может быть, по наращиванию каких-то оголовков. Только за 2017 год было проведено больше 110 акций. Это совместно с МЧС и половина акций проводилась, а также самостоятельно провели больше 50 акций. Для замацования отриманных ведов и отпрацовки навыков отбылась в учебной эвакуация. По легенде, узгорание распочалось у столовой, после чего спрацовала пожарная сигнализация. Удельники доброохотной пожарной дружины допомогли студентам покинуть будинок, проверили, чтобы никто не сгубился в калидорах и ликвидовали импровизованное узгорание. У кинотеатрах региона стартовал прокат мастацкага фильма «Негульня». Картина створана на киностудии «Беларусьфильм» и присвечена стагодзю Збройных сил Беларуси. Здынки проходили у Минску, на линии Сталина, Кургане Славы, у военном городку Пячах. Консультантами полнометражного мастацкага фильма выступили представники Министерства обороны Республики Беларусь. «Негульня» это молодежная патриотичная драма. По сюжете молоды амбицийны программисты, які распрацовывая компьютерные гульни, переживая профессийный крызис. Каб написать реалистичный сценарий гульни, он выращая пойсти на службу у танковые войски. Тут он сустракая надзейных и верных сябров, становится соправдным мужчином и открывая новые перспективы властного жития. Центральные темы фильма «Сябровство», «Каханья», «Пераодолиня», «Сябе», «Ероизм» и «Подвиг». Лидарши убашать танковые битвы и реконструкцию боев часов Великой Айшиной войны. Фильм этот будет интересен в первую очередь призывной молодежи, также тем, кто служит в армии. Я думаю, всем широкой публике тоже интересно, поскольку рассказывают о нынешнем состоянии вооруженных сил нашей страны. Этот фильм готовился к столетию вооруженных сил, однако в силу технических причин выпустить его к 23 февраля не получилось, поэтому мы работаем ему сейчас в апреле, потому что в канун 9 мая, чтобы до нашего главного, одного из главных праздников смогли максимально люди посмотреть, познакомиться с этой новой работой белорусских кинематографистов. У початку лета отбудется еще одна премьера от Беларусьфильма «Картина правила геймера», которая различена на молодежную и подлетковую аудиторию. До того же дошел, чекая широк киненовинок от российских вытворцев. В год кем часе отбудется премьера фильма «Тренер» за делом популярного актера Данилы Козловского. Стушка рассказывает про жесткий свет профессийного футбола. Так само в кинотеатрах региона будет демонстрироваться российский фильм «Танки», присвященный подеям другой Сусветной войны. И еще одна шаканная премьера военная драма «Собибор» за делом известного российского актера Константина Хабенского в уголовной роли. На экранах будет показана тяжкая история стойкости человеческого духа, которая привела до один поспехового повстания в нацистском лагере смерти. День памяти Ирины Паскевич означает сегодня в Гомеле 14-го красавика 1925-го года княгиня сошла о памяти об ее и о ее справах живе и сегодня. На вокал фамильной каплицы поховальни Паскевича разгорнули фотодокументальную выставу, которая рассказывает про житие лес Гомельской княгине. Сегодня жихары областного центра с теплой и повагой вспоминают доброчинную деятельность Ирины Ивановны. За властные сродки она организовала в городе установы эдукации и оховы здоровья, поддерживала треновитых людей и допомогала бедным. Ирине Ивановне лесом было наконовано долгое житие 90-х годов и прожила она его годно, покинувшую светлую и удержанную память про себя. Самой же большой благодарностью наших горожан стало то, что еще при жизни именно не после смерти, как это бывает, а именно еще при жизни княгини Варшавской и графини Риванской житель нашего города в честь нее назвали одну из улиц Ирининская, на которой собственно и установлен памятник. Украине стартовала республиканская акция «Одновление святыня в Беларуси». У Гомеля одним из первых ДАЕ подключились удельницы республиканского конкурса «Королева весна-2018». Переможцы региональных кастингов приехали в храм Иоанна Кармянского, допомогли воуборцы будовнишого и бытового сметя, привели в парадок клумбы. Прикат со студенток взяли и школьники «Волонтерский отрат Млечный шлях». В минулом году до этой акции долучилось больше за 700 юных жахаров Гомельской области. И они допомогали в доброупорядковании и одновлении 37 храмов региона. Я давно являюсь волонтером доброго сердца. Мы с конкурсантками приехали облагоустроить храм. Мы убираем территорию, сажаем цветы, красим заборы, подкрашиваем что-то. Акция проходит с 2013 года по инициативе БРСМ. За этот час волонтеры доброупорядковали больше за 780 объектов по всей краине. Эта иншая новина вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomil.by На этом выпуск завершен. Добрых вам новинов! Сачите за эфиром! Продолжение следует...